Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня говорим, читаем, комментируем книгу пророка Осии, глава 6. Эта глава является продолжением разнообразных откровений, видений, созерцаний, которые посещали пророка Осию. И вот вперемешку, через запятую, эти созерцания даются нам в книге пророка Осии. Будем эти видения читать, комментировать и двигаться дальше. Для пророков характерна такая, понимаете, динамика. Они сначала ругают Израиль, ругаются, как будто бы с Израилем озвучивают то, что Бог их отвергает, либо уже отверг, Бог против этого народа. Но вот проходит некоторое время, и возникает другая тема, как будто бы Израиль оказывается объектом уже сожаления, до какого-то защиты, и уже пророк, или даже сам Бог выступает адвокатом, либо утешающим субъектом этого по отношению к Израилю. Поэтому начинается глава 6-я с такого, понимаете, некоторого утешения, ободрения, указания на то, что покаяние и возвращение к Богу возможно. Итак, читаем и комментируем. «Давайте вернемся к Господу. Он растерзал нас, Он и излечит. Он изранил нас, Он и перевяжет рану». Ну вот очень хороший призыв. «Давайте вернемся к Господу». Вообще глагол «возвращаться», «поворачиваться», «обращаться», «шуф» по-еврейски, это есть глагол, которым описывается само покаяние, либо раскаяние. «Шуф». «Давайте покаемся пред Богом». Так можно по-другому перевести начало главы 6-й. «Да, Он нас наказал». И наказание это выразилось, как мы читаем здесь, в том, что Он нас растерзал, Он нас изранил. Но Он же способен нас и излечить. Он может оказаться нашим врачом или лекарем. Никаких других у нас нет лекарей. Никакие другие боги, никакие другие силы не могут нам эту помощь оказать. «Вернет нас к жизни через два дня, третий день, поднимет, и будем жить пред Ним». Тема надежды, тема того, что Бог скор на излечении, на уврачевании занимает этот процесс, процесс реабилитации два либо три дня, и все будет хорошо. «Будем обретать знания, будем стремиться познать Господа. Нетвратим, как заря его восход. Он к нам придет, словно дождь, словно ливень, орошающий землю». Связь здесь прочитывается Бога и знания. Знания и дождя, и ливня. И вообще для израильского климата, где есть сезоны небольших дождей, где есть влага, и потом большие отрицательские времена, без всяких осадков, в этой связи ливни и дожди являются условием выживания, условием наличия урожая, и поэтому, раз урожай есть, можно жить дальше. И Бог выступает этим ливнем, этим долгожданным дождем. Бог гарантирует продолжение жизни евреев в Израиле, в Палестине, в Ханаане. Дожди выпадающие, они орошают землю, дают нужную влагу, собираются в такие большие водяные системы, такие цистерны, и потом эта вода используется в течение всего оставшегося заслушливого времени года. Как мне поступить с тобой, Ефрем? Как мне поступить с тобой, Иуда? Ваша праведность, как утренний туман, как роса, что исчезает на рассвете. Ну вот, уравниваются в положении, в статусе, в глазах Бога и северное, и южное царство. Напомню, что Ефрем – это есть обозначение Израиля, Иуда – есть обозначение южного царства. Ваша праведность, она нечто такое эфемерное, да не твердое, похоже на какой-то туман, на какую-то росу. Вот она есть, и раз через полчаса поднимается солнце, возникает угроза, испытание, и ничего не остается. С этой праведностью ничего серьезного сделать невозможно. Вот за что я изрубил пророков, убил их словами моих уст, моё правосудие воссияет, как солнечный свет. Вот, значит, Бог как будто бы хвастается, и нам это не очень понятно, но это есть Библия Ветхозаветная, Библия Еврейская, там немножко другие представления о Боге доминируют, и Бог хвастается тем, что Он изрубил, как будто бы уничтожил, разломал пророков. Они как будто бы не выдержали его испытания, не прошли нужный тест. Орудием наказания выступают слова Бога, и слова Бога являются правосудием. Вот, и потом в стихе 6 мы читаем суть обвинения, которые Бог выдвигает часто и Израилю, и священникам, и пророкам. Это обвинение повторяется многократно в разных книгах у Михея, в книге пророка Иеремии, у Исаия. Итак, «Милосердие хочу, а не жертв, знание Бога, а не всесожжений». Вот, это такой хиазм, можно в этом хиазме понять смысл. Слово «милосердие», милосердие, которое проистекает из знания Бога. «Милосердие равно знание, жертву равно всесожжение». То есть, вы хотите меня как будто бы закормить, или перекормить, или как будто бы я был пьяный от ваших проношений, от ваших всесожжений, от ваших жертв. Но вот беда, я Бог в этом не очень нуждаюсь. Это для вас нужнее такая практика, такой обычай. Я сыт и без этого. Точнее, по-другому. Я голоден, и пища, которая может меня угодить, является знание Бога, милосердие. Вот. Нечто, обеспечивающее доброе существование в этом обществе. «Как при Адаме нарушили они договор, там они меня предали». Ну, вот тут имеется в виду не Адам, наш прародитель, праотец, имеется в виду какое-то место, городок в регионе Гелиад, это около Иордана, и там было что-то, что мы не знаем. Какое-то проступо, какое-то массовое отступление, и вот Бог, либо усея, это припоминает своей аудитории. Галат, земля злодеев, запятанная кровью. Заборочи священников, подобно разбойникам, поджидающим в засаде, убивают на дороге, в шихеме, делают мерзости. Описываются разные святилища, которые были в то время в разных регионах, вот Сихем, Галаат, да, и там вот практикуются неугодные Богу обычаи, обряды, ритуалы. «Среди народа Израиля я увидел ужасное, там блудил Еврем, осквернился Израиль, ну и ты, Иуда, пожнешь свою жатву». Оканчивается глава шестая книги пророка Осия, в которой Бог через своего пророка Осию делает какие-то обвинения, претензии, высказывая по отношению к своему народу, разделенному на два царства, к Ефрему, то есть Израиле, и к Иудее, то есть это южное царство. Суть претензии, она такая, двоякая. У вас есть неправильный ритуал, неправильное понимание ритуала, неправильные обычаи, нехорошие культовые центры, и в этой связи у вас есть нарушение норм такого доброго общежития, доброго совместного социального жития. У вас этого нет, у вас нет ни милосердия, ни знания Бога, и в этой связи ваше всесожжение, они не работают. Дорогие друзья, голова прокомментирована, спасибо за внимание, портал exoge.ru Петербург, всем хорошего, не болейте.